Боже, сколько у вас прессы, Димочка! Димка, расскажи, что это бывает. Ну я могу его достать, чуть-чуть с ним походить и потом засунуть назад. Доставай. Просто он типа подышит, перед ним поветро. Не можешь не дыхать, будет висеть музей и все. А какая у нас старейшая дуба в недельнике? Класс! Класс! Можем так сильно один до одного. Мы сейчас идем на встречу с селом. Село чекает, а мы типа торопимся ему на встречу. На суд зрителей села, среди которых многочисленные художники будет представлено совершенно новый вид на событиях 1930-х. Класс! 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 компьютерные велика хлистер оснащих охлаждений Гвоздь? Такий маю. Молодка, кто не знает, маю. Ладно, найдем. Вау, опасный гвоздь вообще, он огромный. Памятаем. А ну, какие размеры? Давайте покажу. Нет, это вообще не травебный свет. Вот, он вот такого. Маленький. Маленький, то тут и больший может забить. Нормально все? Нормально. Десь превью. Десь поставлю. Как тут и было. Я так и хотел. Это моя промова. Все, закончилось. Я прям им проникся постарался. Зробил все, что смог за этот короткий термин. Мы еще там каменюки. А вы представьте еще, кто вы есть? Я Дмитро Коломойцев, художник Киевский. Я ветеран АТО. Воевав на сходе в Украине. Вот, здесь у нас реабилитационный проект такой для участников. И вот таким мы занимаемся. Тут у вас занимается этим очень, очень, очень. Тут какая-то количество художников на душу населения зашкаливает вообще там. Амстердамское что-то. Так что они придут и вот эти володимы. Кто там есть? Если что-то. Давай. Артограф, так. Он написал себе, он сделал. Сейчас научу пользоваться. Короче, вот это снимается. И потом так легко одевается. Как он по похожести вообще по десятибалльной? Да, ну, как живые. Я помню. Очень хорошо. Мне очень приятно, что есть такие спонсоры, что еще что-то нам до музея добавляют. Я очень рада и приглашаю вас. Кто еще приезжает сюда зато. Наше патріотическое село очень. Мы когда-то были выселены за свой патріотизм, потерпели. Ваше село полностью было выселено. Полностью. Полностью. Вернулись люди. На голову крупево, как говорят. Зачалились строить в 50-х годах. И так. И поэтому нас так мало. Нас тут было за 300 номеров. А все все уже не повертали. Уже кто-то там все рожил. Не хотели все вертать. Суканский район. Тут было много повстанцев. Одни другим. И стены носили. Одни были и связковые. И так. Ну, ну. И не могли бы так рад. А скажите, это правда та историю, я бы я слышал про то, что из Казахстана пешки 6 тысяч километров. Один из мешканцев недельно. Повертаючись в 50-х. Из Сибири. Ну, не Сибирь, из Казахстана. Пришел пешки сюда. Нет. То за Казахстан я не знаю. А то, что Савчина жена йшла и гнала корови, как уже их в неси дозволили вернуть. Такое было. То Суканский район. А то я помню. Что рассказывали старожили. А за Казахстан я не знаю. Что такое было. Ну, теперь же знаете. Не надо старожилю кого-то спросить. Мого мужика, тетка, она была связкова у ПА. Но она не раз приезжала и рассказывала. А мне-то, знаете, что я когда-то молодой не был. Наверное, мне это интересно. А я не маю кого спросить. А я уже не маю кого спросить. Бо уже эти люди вспоминали.